Частая проблема, и у меня это случается тоже, при особенно вязании хлопковых изделий, у меня это особенно видно, то есть у меня край, где кромочные при закрытии последней петли немного подпрыгивают вверх. Действительно, это проблема, если нужно связать ровный край шарфа, например, или это плед, это угол пледа, который предполагается, что будет квадратным, это действительно серьезная проблема. Как этого избежать, сегодня покажу в видео, простой прием. Всем привет, меня зовут Анастасия, и добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Сегодня с вами рассмотрим простой прием, который поможет вам добиться ровного полотна при закрытии. То есть, как закрывать петли, чтобы полотно в итоге не подпрыгивало вот так вверх по кромочному краю. Конечно, это существенно осложняет дело, если у вас, в принципе, кромочный край довольно свободный. У меня, например, при просмотре моих образцов, эта проблема у меня в большей степени выявляется при вязании именно хлопковой пряжей. Потому что вот по шерсти, я здесь смотрю, у меня несколько образцов шерстяных. Эта проблема здесь в минимальной степени выражена. Здесь есть небольшая проблема, но, в принципе, она не очень существенная. А именно на хлопке это прям очень заметно видно. Поэтому сейчас с вами посмотрим, как этого избежать. Итак, у меня есть сейчас такой образец, довольно полноразмерный. Здесь крестообразный наборный край по низу. И сейчас я буду закрывать это полотно обычным стандартным способом. Приемов, конечно, существует много, но я предпочитаю чаще всего. И если это не так важно, как закрывать петли, я закрываю вот таким образом. У меня даже какое-то старинное видео есть, где я показываю. То есть провязываю две петли вместе и накидываю получившуюся петлю на левую спицу. И снова уже эти две петли вместе провязываю и набрасываю на левую спицу. И так далее. Сейчас я довяжу до последней петли на спице и покажу, какой там прием нужно применить, чтобы край был ровным. Итак, я снова подключилась. У меня на спице осталось здесь две петли. Я перенесла петлю, которую буду сейчас закрывать, на левую спицу. Закрываю последнюю петлю в полотне и остается кромочная. Это одна единственная кромочная петля. Я переношу с правой спицы на левую петлю, которую сейчас буду закрывать. Захватываю кромочную петлю предыдущего ряда. Затем подхватываю петлю кромочную, которую мы сейчас будем с вами закрывать. И нужно все эти петли провязать вместе Вот так Готово В результате кромочный край Именно по углу получается более аккуратным Он не вытягивается вверх И более соответствует Такому ровному краю Который мы хотим с вами получить Если нам это важно Например, когда шарф вяжете Конечно, возможно у многих этот вопрос не так сильно выражен Если особенно вы аккуратно вяжете кромочные петли Но у многих очень серьезная проблема Это действительно кромочные С одной стороны бывает, что кромочная очень туго провязана С другой стороны, например, очень слабо И это серьезная проблема А таким образом вы можете получить очень ровный угол И ваше изделие будет самым идеальным Ну что же, пишите в комментариях Знали ли вы о таком приеме Полезен ли он вам И пишите обязательно, какие у вас еще есть предложения по поводу видео Может быть, еще какие-то вопросы остались Увидимся в комментариях Ровный край изделия Это, конечно, очень важно Особенно, если это плед или шарф, например Если это какие-то видимые части изделия Конечно, угол должен быть ровным Ну, а это мой любимый плед В прошлом году как раз я во влогах показывала, как я его вяжу Очень рада, что он у меня появился Это хороший такой вариант Особенно мне нравится, что он серый И подходит вообще к любым элементам интерьера Ну, а если это видео было вам полезно То ставьте лайки, подписывайтесь на канал Добавляйте ролик к себе Всем желаю удачи в вязании Побольше вдохновения И всем пока До встречи в новых видео